Добрый день! Переключаемся на матч между командами CDAC Gaming против команды Invictus Gaming. Ну что, China Dota Elite Community против IG. IG известный коллектив, но LGD CDAC тоже очень ярко, кстати, светится у нас на Олимпе Китайской Доты. Ну, давайте смотреть, что они сделают против IG и как это получится реализовать. На данный момент в пике команды Invictus Gaming, Storm Spirit, Shaker и Phantom Lancer. Со стороны CDAC забрали уже Лину, Spirit Breaker, Леона. Jagger Now тоже отваливается для них. Ну и Witch Doctor с четвертым пиком для Invictus Gaming. По бану мы уже, в принципе, видели. Undying у нас со стороны Invictus Gaming вместе со Снайпером и Квапой. Тут даже SF. Сразу три мидера Invictus Gaming еще со старта исключили. Переживают они, я так понимаю, насчет мидлейна. Кто и что там может быть. Ну и пока что мидлейна для CDAC я не вижу. Скорее всего, Лина будет у нас саппортить. Spirit отправится в сложную Леон Лина. Это саппорты для Jaggernaut. Ну и еще один мидлейн. Неужели четвертым баном тоже будет мид... Ну, а кого еще банить-то? Раз уже повелось. Что-нибудь из Spirit забрали. Templar можно смело, я думаю, банить. В данном вопросе. Хотя Templar против Пейла вряд ли пикнется. Все-таки Phantom Lancer через иллюзии очень серьезно. Надамаживает у нас Templar Assassin. Забанили Вайпера. Полторы минуты, наверное, разумею, еще есть у CDAC. Поэтому... Какие вообще варианты у нас есть? Давайте посмотрим. Я думаю, кстати, было бы не лишним какой-то хороший вариант по типу... По типу Варлока, например, даже. Бахнуть на мид, чтобы как-то зафиксировать всю команду Invictus Gaming. Вместе Вич Доктор. Чтоб со своим Дезвордом недолго у нас стрелял. Ну, вряд ли об этом думают у нас игроки данного коллектива. Ну, не знаю. Я бы, например, Варлока вообще с удовольствием посмотрел бы здесь по данному пику. И со Штормом можно было бы постоять относительно на равных. Да и похарасить Шторма на ранних лвелах тоже не проблема. Глянем. У команды Invictus Gaming. Мидлейн. Это Шторм Спирит. Фантом Ланцер. Фармит. Вместе с Шейкером и Вич Доктором на саппортинге. И нужен оффлейн. Забанили CDAC у нас Зевса. Не хотят его видеть в сложной. Или, скорее всего, может даже Шейкера от Кси не хотят видеть в сложной. А Зевса как саппорта для ПЛа. Ну, есть у меня подозрение, что все-таки Шейкер будет обычным. Саппортом от Фейта, скорее всего. Чей у нас будет играть на Вич Докторе. Ну, инвокер. Не знаешь, кого брать на мид, бери инвокера. Нормальный такой серьезный, на самом деле, мидер. От реализации будет много зависеть. Но обычно, если берут инвокера, то умеют играть на инвокере. И я не сомневаюсь, на самом деле, в топ-коллективе нашем в данном противостоянии. Инвиктос Гейминг должны забрать себе еще одного героя. И моя ставка на оффлейнера. И вполне может быть, что там появится даже какой-нибудь Магнус и Тайтхантер. Есть Вич Доктор. В принципе, кстати, Вайда можно отправить в сложную, постоять соло. Просто ради получения левела. А там Вич Доктор с Дезвардом уже приятный. То есть, просто не ставь Дезвард себе в хроносферу и спокойно смотри, стой, как умирает вся команда LGD, CD, CD, CD. Ну, рискнут ли Инвиктос Гейминг, не рискнут, сейчас узнаем. Шейкеру, мне кажется, верная смерть там будет, если он в соло отправится против Джаггера и всех Энигму. Да, об Энигме я тоже думал, но не думал, что IG смогут рискнуть. Ну, глянем, возможно, Энигма вообще не пойдет у нас в сложную линию, а пойдет спокойно себе в лесу Фейд фармить. Вот, а сложная вообще будет пустой. Но Фейд забирает себе Энигму. Кси все-таки берет Шейкера. Все-таки пойдет Шейкер фармить сложно. Там есть Леон, там есть Джаггер, там есть Лина. Там много кого будет, и от Шейкера вообще рожки до ножки могут остаться в итоге. Гартер забирает себе Леона, Кью. Берет себе Лину. Шики забирает себе Инвокера на мидлейн. Джаггер будет фармить, и сложная для Спирит Брейкера. Со стороны команды Инвиктус Гейминг. Бернинг будет на Фантом Ланцере. Фейд на Энигме. Вичи Доктор. Для Чи Феррари берет себе Шторм Спирита. И Шейкер для Кси. Все, своих игроков уже разобрали обе команды. Посмотрим теперь на расстановку лайнов. Я-то, конечно, сочинял по линиям, а там, как получится, сейчас узнаем. По команде IG, конечно, вопросов немного. Все, мне кажется, я все правильно понял. Теперь по коллективу, который играет за Дайр, LG, DC, DC. Как у них будет расстановка. Ну, есть вариант, конечно, да, что Спирит Брейкер станет на сложную. Лина, скорее всего, будет саппортом, потому что здесь Варды, Танго и Кларити. Больше ничего. Шики уже по своему закупу готовится в мидлейн. И Леон, разумеется, саппорт. Ну и Джаггер будет на нас фармить. Агрессив отстал от всех. Файт, если начнется, то без него. Без файта, скорее всего, Спирит Брейкера не зацепили. Игроки команды IG оставили в покое и расходятся по своим лайнам. Топ руна будет в любом случае за командой CDC, потому что не успевает туда никоим образом никто из коллектива IG. Первый будет Спирит Брейкер. Кси даже не рискует туда идти в соло. Инвектус Гейминг будет сражаться за нижнюю руну. Агрессиво просто тянули, вообще вытолкнули количеством своих героев. Ну и XZ у нас, скорее всего, отправится в соло на топ лейн. То есть в легкую. Команда CDC ставит оффлейнера, а в сложную отправляет триплу. Здесь трипла будет стоять против Бёрнинга. Как будет смотреться Бёрнинг, сейчас узнаем. Пока что у Бёрнинга, по-моему, есть траблы некие. Вич Доктор тоже относительно легкая цель для данной триплы. Есть один стан, есть подкоп. Стан от Лины и Задувка тоже от Лины. Ну и, конечно же, агрессив через Блейдфьюри на ранних левелах. Вич Доктора просто в щепки здесь стирают. Да и Бёрнинг у нас с проблемами будет, причем серьезными. Можно просто не выпустить из стана, не выпустить из Хекса. Пока что Бёрнинг агрессив, стоят на лайнах. Я не понял, показалась ли Лина. Ну, наверное, да. Знают, что Лина, кстати, выходит в спину Бёрнингу. Бёрнинг ничего еще не качал. Доппельгангер провязал Бёрнинг. Ловить его в итоге так и не решились. Команда CDC просто заставили провязать этот важный скилл. Теперь Бёрнингу ближайшие 15 секунд подходить близко нельзя. Подкоп есть. И от Лины тоже Лайтстрайкера имеется. Бёрнинг вынужден где-то здесь подальше стоять, чтобы не подставиться. Вич Доктор за Девардил. В итоге один из спотов. И команда IG, в общем-то, по фарму в безопасной ситуации. Ничего так особенного обрезать Бёрнингу не получится. 0-0 счет. Как там Кси? Кси в соло против Спиритбрейкера. И неплохо еще и настреливает по голове ему. Через тотем идет Кси. Фиссуру еще даже не качал. Ну, наверное, прокачает. Хотя нет. Через авторшок и через тотем идет Шейкер. То ли для фарма, то ли просто для рубки. 1 на 1 в соло против Спиритбрейкера. Непонятно. Хотя, с другой стороны, и Фиссура не сильно-то и нужна Кси. Тотем, удар по Спиритбрейкеру. Ну и Спирит вгрызается в Кси. Через секунду будет еще один Тотем. Еще один хлопок по земле. Еще один удар. Чарджер Даркнесс Спиритбрейкер так и не проюзал. Мы разменялись одинаково. По ХП, что Спирит, что Шейкер. В общем-то, здесь относительно ровно будут идти. У Шейкера по крипам 7-1, у ХЗ 8-2. Все, в принципе, практически одинаково. Фантом Лансер изгнан с линии. Кое-как 7-1 Бернинг наполучал. В это время 10 на 6 у Джаггернаута. На Мидлейне Феррари 11 на 3. Против него Шики стоит со счетом 9-2. Шики класс Векс. Никаких экзортов. Знает, против кого играет. Никаких экзортов против Ай-Джи. Никаких экзортов вообще. Можешь юзать экзорт инвокера только если ты Дэнди. Если ты не Дэнди, не юзай. Да даже если ты и Дэнди, старайся не юзать экзорт инвокера в профессиональной доте. Кси перемещается теперь уже на нейтралов. Фармить можно. 4-й левел. 2-й авторшок. 2-й тотем. Было бы интересно посмотреть, если бы это был такой вот пабовский Шейкер, который идет через Шадоу Блейд. Шадоу Блейд и Дайдалус. Тот Шейкер, который юзает у нас тотем, входит в инвиз, хлопает по голове. И разваливает просто любого героя в соло. Возможно это будет именно такой Шейкер. Я буду просто счастлив, если команда IG сможет такое организовать. У Шейкера есть Транквил Бутсы. У Спирит Брейкера просто Бутс оф Спид. 340 мувспид у него и 370 для Шейкера. Шейкер в принципе здесь загоняет теперь Спирит Брейкера. С появлением данного артефакта. Тут один тапок решил все вопросы вообще для команды IG. Фейсбутсы появляются для Джаггернаута уже. Со стороны команды IG на мид лейне. У Феррари Боттл улетает в Курьере. Есть Нул Талисман, есть Бутс оф Спид. У Инвокера Блейдс оф Атак, Бутс оф Спид, Нул Талисман. В общем-то по Нетворцу близко друг к другу. Разница всего лишь в одного-двух крипов. Ну, плюс в любом случае для команды Invitus Gaming. Вообще IG вроде как немножко получше фармят. Единственный, кто тут всех обошел, это Агрессив на сложной линии. Бернинг по фарму проседает. Ой, как много проседает Бернинг. Почти на 1000. На 900 уступает своему прямому оппоненту Джаггернауту. Кси вообще играет в очень интересную Пап Доту. Он выкладывает Ранквил Буци, если бьет крипов. Потом забирает Ранквил Буци, хилится. Он не боится Спирит Брейкера вообще. Фиссура на пятом левеле и на шестом левеле Эхо Слэм от Кси. Я думаю, будет дальше макситься Тотем. Почему бы и нет? И это не лес, прошу заметить. Это сложная линия. На сложной линии Кси занимается вот такими вещами. Выкладыванием Транквил. И побежал у нас Экзет. Побежал на Феррари. Но некому больше подойти к Феррари. Скорее всего, надо отменять. Да. Чуть не прыгнул с обрыва у нас Спирит Брейкер. Шестой левел для Эхзет уже имеется. Есть для Кси почти седьмой. Здесь у нас пошел врыв в Кью. Блэк Холл от Фэйта. Кью в итоге забирает. Это Фёст Блат для команды Айджи. И на лоу ХП Энигма отсюда уходит. И Агрессив тоже здесь огребает. Бёрнинг. Ланс через одну секунду. Ланс спину Агрессиву. Минус два делает. Команда Айджи. Начало для них совершилось. Наконец-то. Шестая минута. Два килла. По итогам этого файта. 800 по голде. И 600 по экспириенсу забирают Айджи. Сиди Си ничего здесь кроме боли и унижений не получает. Седьмой левел для Кси. Ждем, что качает. Хочу тотем. Нет, Афтершок. Да, вот так. Афтершок. Эхо слэм. Еще один удар. Тотем. И еще один удар. Фиссура просто расковырял. Кси так методично и так круто это сделал. Ну, это вообще. Это хайлайт стопроцентный. Просто не выпустить. Подряд набор кнопок. Пианино сделать из шейкера. Это надо постараться. Это вам не какой-то там инвокер, на котором вообще нечего клацать. Это шейкер, на котором надо иметь мелкую моторику левой руки. Чтобы все это организовать. Ну, понятное дело. Да, это шутка касательно инвокера. Инвокер, понятное дело, пианист пианистом. Но когда ты вот такую вот пианинную партию играешь на шейкере, это, по-моему, даже немножко поэффектней будет. 3-0. IG начинают выигрывать солидно. Достаточно 2,5 по X золоту и 3,5 по экспириенсу в пользу коллектива IG. Кси 1300 имеет по голде. Есть транквил бутсы у него. 33 крипа убито. Все, в принципе, неплохо. По крипстату давайте глянем. На третьем месте, на четвертом, точнее, месте у нас Кси. Кси пошел на нижний лайн. А здесь в это время разваливают потихонечку у нас бёрнинга. Кси выходит на агрессива. Агрессива. Пятый левел у агрессива. Он здесь 100% умирает. Миндайт бульс под ноги. Энигма забирает этот фраг. 4-1. Потеряли Джаггернаута и потеряли Фантом Лансер IG. По итогу разменов плюс это все для... Даже не знаю для кого, потому что ПЛ у нас уже не считают. Но думаю, скорее всего, для команды Си Ди Си все-таки они проигрывали по фрагам, да по золоту, по экспириенсу, по всем проигрывали. Поэтому для них фраг подороже стоит. Единственный трабл для Шейкера это то, что он немножко будет проседать по мане. Но когда у Шейкера появится Шадоу Блейд, а я прям верю вообще, что у Шейкера Шадоу Блейд появится, тогда посмотрим. Так, здесь у нас Бёрнинга загоняют. Допергангер от него и выйдет в Чарджи в Даркнесс. Дальше за ним агрессив. Через фейсбуц и Бёрнинга продамажил немножко и отходит назад. Тауэр агресса у нас на Джаггернаута. Это неприятно. Все-таки Джаггер у нас не самый серьезный танк. Хотя вроде как и плюс три... Три плюса себе вкачал у нас агрессив. В один Блейд Фьюри и в один Блейд Дэнс. Никаких пока что Хилингвардов не было. Дальше Умни Слэш. Дальше, наверное, Хилингвард пойдет. Хотя бы в один, а дальше можно плюсы вплоть до одиннадцатого качать. Восемьсот тридцать четыре хелс-поинтов. Это вот, собственно, все результат вкачанных плюсов. Кто не качает плюсы на Джаггере, знайте, почему вы умираете на ранних левелах. Потому что у вас нет ХП. Команда LGDCDC об этом прекрасно знает. Поэтому Джаггер у них, в общем-то, умер всего один раз. И тот, да, не два раза умер Джаггер. Но там ситуация была действительно критичная. Феррари на Мидлейне. Есть уже Сол Ринг. Боттл по-прежнему обудится через Курьера. Есть ПТ, есть Нул Талисман. Против него стоит Инвокер. Имеются Фейсбутс, Нул Талисман и Роупов Зе Меджи. Шики выходит в Оркит. Фазы есть, есть Оркит. Ну, нормально все. Через Торнадо, Колд Снэп, ЕМП. Классический Инвокер, который более чем полезен для каких-то массовых врывов. 10 минут позади. По золоту IG 2.5, по Экспириенсу под 4000 преимущества тоже коллектива Инвиктус Гейминг. У Энигмы есть Баклер, есть Хедресс. И Фейту совсем чуть-чуть остается до Мекки. Это вот этот крип и вот этот крип поменьше рядом. Все, в принципе, Фейт у нас сейчас после данного крипа будет с Меккой. Ммм, не хватает 40 копеек. Обидно. Во мне умирает математик. Молчаливо. Джаггер. С Мордип Маск. Есть Фейсбутсы. Есть Рингов Аквила. Для Агрессива осталось рецепт на Момы. Будет неплохая боевая единица. Спирит Брейкер. Из легкой линии вынес у нас только ПТ и Стаутшилд. Ну и еще немного унижения от Шейкера. У Шейкера уже есть Даггер. Кси у нас вторая Фессура. Четвертый Афтершок. Второй Тотем. И Эхо Слем от Кси тоже есть. Можно идти файтиться. Но будем наблюдать. Пока что Шейкер самый интересный в составе команды Айджи. Вот привлекает к себе внимание своим скиллбилдом. Да и скорость фарма. Вы видите Транквил Буци, Блинг Даггер. Шейкер вынес так много из сложной, что даже страшно смотреть. Можно врываться на Шейке. Врыв Эхо Слем. Тотем под ноги. Все. Разорвали Инвокера. Мека пошла у нас от Фейта. Цепляют еще и Гардера здесь. Тоже заберут. Вичдоктор забирает Леона. Наш Торм Спирит забирает Инвокера. 6-1. Айджи невероятно давит. Т1 на мидлейне. Скорее всего догорит. Сейвить его просто-напросто некому. Никто даже и не дергается в эту сторону. Полетели дефать собственный Т1 на топлейне. Феррари. Врыв от Экзеда. Феррари очень неудачный сюда пришел. Феррари умирает. Т1 потеряли на мидлейне. Игроки команды CDSC. И заберут Т1 на топе. Размен вообще так неплохой. По голде. Вообще здесь не просели LG CDSC. А наоборот заработали даже. Вот видите графики. С 4 с копейками до 3 с половиной спускаются. И по голде. Айджи 4 с половиной. По Экзед 4 с половиной выигрывали. Теперь 4 только. УВД до сих пор нет. Дезварда. А был бы здесь... Чуань. Все было бы хорошо. Так. Шейкер с Даггером. У Шейкера Сол Ринг. Транквил Буци. И 200 еще и с копейками сверху. Что там Шейкер? Шейкер себе Мэджик Вон приобретает. Это такой себе... Вообще я даже не знаю. Это чуть ли не Керри Шейкер. Агрессива пытались поймать. В итоге Фессура в никуда. Хорошая реакция у нас для Джаггернаута. Агрессив отсюда уходит. Дезвард испортили. И Фессуру тоже в никуда отправили от КСИ. Бернинг отправляется в собственный лес. Его здесь уже ждут. Правда есть Дуппельганкер. Можно прыгать куда угодно. Бернинга. Поднимают ветра. В торнадо. Точнее ЕМП под ноги. Бернинга здесь скорее всего заберут. Лина не жалеет Лагуна Блейд. В это время врывается сюда Шейкер с Фессура. И Феррари через Болл Лайтнинг. Шики просто по Миднайт пульсам. Туда-сюда тягает. Ну и пошла ульта от Фейта. Минус 2 уже сделала команда IG. Потеряли Фантом Ланцера в итоге. Убивают также Q. Счет становится 9-3. Икси отпускает у нас... Кого? Джаггера? Нет. Отпускает у нас Спирит Брейкера на Мидлейн. Но подрались 3 в 1 для команды IG. Это безусловный плюс. 1000 по золоту. 2300 по экспириенсу. Эхо слэм от Шейкера. Под ноги Икс Зеду. Икс Зеда есть Ашер в Даркнесс. Он просто до него может не дожить. Секунда времени. Икс Зед может в принципе отсюда и убежать. Да, убегает в итоге. 80 хп. Для Спирита немножко не хватило Шейкеру, чтобы... ...развалить у нас Спирит Брейкера. Но то, что Спирит Брейкер в соло от Шейкера... ...проиг... ...чуть ли вообще... ...ну еле-еле выживает. Это, конечно, жесть полная. 11 лево для Шейкера. Так, здесь 5, 4, 1... ...ну, второй Хаслэм надо качать. Думать нечего. Это время у нас поймали Феррари. Под ноги от Кю Стан, Лайт Страйкерой и... ...вместе с Лагуно Блейдом еще и Омни Слэшу Джаггера. По-быстрому развалили Шторм Спирита. Дальше за Фейтом. Фейта убивают. Теперь Вич Доктор. Следующий на очереди. Под колд снэпом Вич Доктор никуда не девается. Видите, тут огромнейший мувспид для Джаггернаута. 522. Ну, понимаете, да, насколько это примерно... ...насколько это много. Это максимально много из допустимого мувспида вообще в Доте. Команда CDC выходит на Рошан. Яша уже есть для Джаггернаута. Есть, в принципе, здесь... ...мом, есть фейсбуцы. Просто сейчас выкладывается Кюлинг Блейд и... ...забирается Аэгис. Я думаю, что именно Джаггер и заберет у нас Аэгис. Нет, Инвокер подбирает Аэгис. Сразу же на топ-лейн Экзет. На Бёрнинга. Бёрнинг с ноги в это время перед Тавер. ТП от Инвокера сюда. Бёрнинга видят. Нет, разворачивается назад. Экзет не пошел дальше на Бёрнинга. По золоту IG 3000 выигрывают по экспириенсу. 2000 тоже для команды Invictus Gaming. Фейт на Энигме. Уже приобрел себе Мекку. Пока что без Даггера, но я думаю, с видами на него. У Шейкера 1400 на руках. Кси ждал, когда кто-то подойдет. Тотем провязал на всякий случай. Но никто к Кси близко не подходит. Интересно, что вообще появится у Шейкера. Я думаю, что Аганим было бы неплохо. При таком-то фарме. Понят, вот у Шейкера на четвертом месте. Немного совсем отстает от Инвокера. И точно так же немного от Феррари отстает. Так это Мидлейнер. Это не Шейкер и Сложный. Шейкер. Произал тотем. Готовится врыв, скорее всего, на Экзеда. Теперь там можно и развалить. В Инвизе здесь Инвокер. Понимает прекрасно, что здесь он. Кси прыгает на Инвокера. Фессура, эхо-слэм, маны просто нет. Дезвард от Вич-Доктора. Сбивают у нас Аегис Инвокеру. Фейт тоже, скорее всего, здесь умирает. Фейт еще ничего так живет. Но Фейт в итоге у нас развалился. Торнадо не достает ни до кого. Шейкер, Даггераут. Все отсюда валить. Вич-Доктор тоже у нас ТП-аут по-быстренькому. ВД приобретает себе Мидас. Это для приобретения в дальнейшем Аганима. Ну и в плюсе осталась команда CD&C. Сбили Аегис на Инвокере. А так, в принципе, все нормально. Кси не успел положить Фессуру. Теперь Фессура по ХЗ. Маны, правда, нету шторма. Цеплять толком спиритбрейкера нельзя. Ну, видно, что Кси тут пыхтит. Вообще потеет за команду Айджи. Остальные какие-то не очень вообще. Феррари просто... Как ни посмотришь на него, он постоянно без маны. И не ворваться никуда, не вортекс проюзать. То маны нет, то желание. 2000 по золоту для него. Поинт-бустер есть. Солл-ринг имеется. Чуть-чуть совсем остается до солл-бустера. А дальше уже Бладстоун увидим. 18 минут сыграно. По золоту Айджи выигрывает 1800. По экспириенсу в ноль спустились. Даже плюс для команды LGDCDC. Фраги здесь не решают. Фраги не решают, решает их количество. Но CDC у нас проигрывает по фрагам. Но по экспириенсу все-таки получше себя чувствует. Потому что слайнов практически не уходят. Приобретает себе Бладстоун Феррари. На 18 минуте 40 секунде. Очень даже неплохой тайминг. Бладстоун дорогой артефакт. Феррари 3 кила сделал, 2 смерти. При этом неплохо еще фармил. 97 крипов для него. Второй надворст на карте. Переформил инвокера. Чуть-чуть отстает от Джаггернаута. На четвертом месте у нас по-прежнему Шейкер. Геосептер покупает себе Шейкер. Да, расставили все мои надежды на дамажащего Шейкера. Сейчас Shadow Blade Dome. Возможно, это я Пабов пересмотрелся, переиграл. У инвокера уже есть Orkid of Malevolence. Есть No Talisman, есть Faceboots. А Шейкер через Торнадо. Я видел через ЕМП. Хвост Волк от Шейки. Ну и все, и Феррари. Должны здесь убивать. Нет, Феррари в итоге еще живет. Ну, чуть-чуть совсем осталось Феррари, чтобы выйти из Сайленса и улететь отсюда. Феррари опять фидит. Зачем тебе Бладстоун, если ты решил фидить? Непонятно. Купи любой другой артефакт. Айрон Брэнш купи и фидь себе спокойненько. Ну и в это время еще и Бёрнинга разваливают. Команда CDC начала давить на IG со всех сторон. Джаггер забирает мейнкерри команда IG. По итогу этого файта, по итогу с Бёрнинга поимели 512 золота, 1300 экспириенса. У агрессифа уже готовый Блэкинг Бар. Все, 10 копеек, все, БКБ уже будет лететь. Что теперь будет делать Шейкер, непонятно. Что теперь будет делать Шторм Спирит. Видж Доктор более-менее еще понятно. Но у Джаггера в скором-то времени появится Башер. И тогда бедняга Видж Доктор будет просто-напросто гореть вообще. Под собственным Дезвардом. Ну то есть Дезвард будет секунду абсолютно длиться. Пошел врыв у нас от Феррари. Блэк Холл от Фейта, поагрессифу. Он все это переживает в Блэйд Фьюри. Ну, все не переживешь. Дезвард от Видж Доктора. Забирают Джаггернаута в итоге. Много, конечно, на него потратили. И Эхо Слэм от Шейкера. И, кстати, в никуда Эхо Слэм. И Блэк Холл от Энигмы. Кучу маны от Шторм Спирита через Болл Лайтнинг. Но забрали в итоге Джаггернаута. Из-за него получили 590 золота, 1600 экспириенса. Да, ребята, оно того стоило. Нет, вообще убийство Мейн Керри на любом этапе и любыми средствами. Это хорошо. Спирит Брейкер, Шадоу Блэйд Дом. Никаких Шейкеров с Шадоу Блэйд Дом, Спирит Брейкер у нас с данным артефактом. Вот, Леон уже с Блинк Даггером, уже с Транквил Бутсами. У Лины в это время есть Войт Стоун, Став Уфиза 3. Готовится выход Фьюл. Совсем чуть осталось Лине до данного артефакта. Только Сейдж Маск приобрести на рецепт уже накапало. У Инвокера после Оркида появляется Огр Клаб. Скорее всего БКБ будет от Шики. Спирит Брейкера мы видели ПТ, Шадоу Блэйд и Урн оф Шадоуз. Со стороны команды IG, ВИЧ Доктор. До сих пор ничего себе не приобрел на Аганим, хотя 1300 есть уже на руках. Летит отсюда Феррари. Понимает Феррари, что что-то пошло не так. Феррари бежать по-быстренькому. Свалил отсюда. Лина на лоу ХП на мидлейне. Кси получает Лагуна Блэйд. Задувку Лина разваливает у нас в итоге. Шейкера. И бежать, бежать, бежать. Кью на лоу ХП. Быстрее валить отсюда, потому что там просто на один удар вообще кого угодно. Шейкер начинает фидить. Мне это не нравится. 4-1-5 для Шейкера. Подавил Доминейтинг Стрик своей подруге. Ну, теперь уже подруге. После того, что она с ним сделала. Юл для Лины появляется. Ну и вот, пожалуйста, вот вам фраг на Шейкере. Вот вам Доминейтинг Стрик. По голде Айджи все абсолютно потратили. По экспириенсу тоже Айджи в ноль выходят. Феррари на шторме за Линой. В инвизи Феррари. Не видит Лина его. Не знает. Вообще даже близко, что Феррари где-то здесь. Ну, здесь Спирит Брейкер. Врываться в соло нельзя. Бёрнинг вместе с Феррари. Разваливает в итоге Лину. И к Зе просто отсюда валить. Всё, Бёрнинг тэпа аут. Лину потеряли. 12-10 по итогу файта. 500 за неё по золоту. 1200 по экспириенсу. Хилинг вар тут от Агрессифа. Выходят на мидлейн. Т1 должны забирать. Кси. Эхо слэм по Шике. Сюда же Феррари. Ветра поднимает двоих. Шике очень крутой рассказ вообще от Инвокера. Ещё и Бласт туда. И под ЕМП. И без маны здесь Феррари. Блэк Холл пошёл от Фейта. Дез Вард бьёт у нас по Агрессифу. Омни Слэш от него. И здесь же Спирит Брейкер. Правда, Фантом Ланцер в него вгрызается. Агрессифа должны забирать. И всё это под Миднайт Пульцом. И Миднайт Пульц здесь столько вообще внёс всего в команду СиДиСи, что страшно было смотреть. 3 в 0 в итоге подрались. Забрали. 2500 по золоту. 4400 по экспириенсу. Шике очень классно всё сделал. Он роскошный дал Торнадо. Моментальный, просто в мгновение Ока. Дал Торнадо на отступление. Дал ЕМП под ноги. Дал Айс Бласт. И всё это так красиво смотрелось. Но Джаггер в итоге у нас в Блэк Холле протусил. С ульты демиджа практически не нанёс. А если и нанёс, то по всем сразу, а не по ком-то конкретно. Ну и команда СиДиСи очень много потеряла в этом файте. Айджи опять начинают давить деньгами. 3 с копейками у них. По золоту и 5 с половиной по экспириенсу. За один несчастный файт. О, Икси меня всё больше разочаровывать начинает. Это моё личное отношение. 6 с 1.6 он, конечно, идёт. Вроде бы и классный такой. Но можно было бы вообще зажечь, на самом деле, с тем, как он фармит. Он переформил инвокера. Шики на мидлейне идёт. 9200, 9400 для шейкера. И при этом у него набор... Я не знаю, как литературно назвать эти артефакты. Набор... Набор ничего. Тембилд просто, я не знаю, полный цветных пуговичек каких-то. Фантиков от Турбо. Короче, бесполезняк абсолютно. Ну да, шейкер не умирает, правда, и вроде как держится молодцом. Но можно было вообще настоящую машину для убийства сделать. Такую, которую давным-давно не видела профессиональная дота. И всё, все предпосылки у Кси для этого были. Ну, глянем. Может быть, попозже шейкер у нас будет с чем-то серьёзным. А может, и не будет. Разгон пошёл на шейкера. Кси в Хекс. Поднимает ветра его. Уходит у нас в Геосептер шейкер. И в итоге этого не спасает. Шейкер в таверну. В таверну Вичдоктор. Спиритбрейкер на лоу ХП. Здесь куча бёрнингов в него. Кью. Тоже на лоу ХП. Валит Феррари. У Кью нет денег. Нет, правда, маны на... Лагуна Блейд. Ну, и там в КД, тем более, он был. Ну, что. И в итоге IG, по-моему, просыпется здесь. 4 в 3 файт. Бёрнинг. Дальше за Джаггернаутом. Плюс, конечно, для команды CDEC. 1600 они заработали по золоту. И 7600 по экспириенсу. Против 4400. Вот команда IG. Ну, IG вроде бы и давят. Вроде всё у них так хорошо. Потом раз. И нарахитили себе 4 смерти. Вообще на ровном месте. Бёрнинг на нижнем лине. Давление пошло от Фантом Лансера. 16-й левел уже есть. Яша имеется. Сейчас будет Ultimate Orb. Дальше Монта Стайл. Дальше увидим Тараску. Бёрнинга остановить не пойми как можно. Бежит к нему Спирит Брейкер. Спирит просто врезался и ушёл. Шарахнул по голове Бёрнинга. Сразу же инвиз и валить отсюда. Бёрнинг понял, что приём будет не самый тёплый. Позвал друзей. Смотрим на Mass Fight. Далеко сильно находится инвокер. Прилететь, правда, есть вариант на Т2. Но здесь уже в пятером игроки команды IG. Будут пушить Т2. И по всей карте растянуты игроки CD&C. Спирит Брейкер побежал у нас вниз. Побежал пушить Т2 по нижнему лайн. Будут размен товарами. Но здесь побыстрее Бёрнинг справится с командой CD&C всей... Ну, с командой IG, точнее, всей. Фейт здесь с эйдолонами. И Шторм Спирит, если что, влетит. А Шторм пошёл дефать. И в итоге XZ у нас ничего толком не сделал. Команда IG может смело идти по низу. Идти и пушить хайграунд. Или хотя бы иллюзии туда отправить. Всё, иллюзии полетели. Наваливают здесь по агрессиву. Отходит команда IG, и Бёрнинг в это время забирает Спирит Брейкера. Всё это внесу. 19-14 счёт становится. Ну, CD&C вроде бы неплохо дерутся. Последний файт показал, что они способны на равных быть с командой IG. Но когда они начинают тупить, вот, например, как сейчас агрессив, у нас просто думал, что всё закончилось. Что просто так команда IG развернулась и ушла. Правда, никто не появился на карте, но они ушли отсюда. Решил подраться. Ну и в итоге потеряли джаггернаута. Мейнкерри просто на ровном месте у нас умер. Шики в это время добил Энигму. Ну и файт закончился со счётом 1-1. Джаггера потеряли на сложной линии игроки и команды CD&C. И на нижней руне забрали Энигму. Странно от китайцев видеть такую несобранность, что от одних, что от других. Обычно такие детские ошибки. Ни одна, ну вообще, данная страна и все команды, которые защищают цвета их флага, таких детских ошибок не допускает. Теперь, видимо, всё поменялось в мире дойка. Для Фантом Лансера уже есть Манта Стайл. Ещё и 1600 сверху для Бёрнинга. По фарму он на третьем месте. По-прежнему на первом месте Джаггернаут. У Джаггера появляется Клеймор. Я думаю, готовится выйти в... Кстати, можно и задуматься, во что Джаггернаут собирается выйти. Но не думаю, что это будет Shadow Blade. Хотя, почему бы и нет. Тоже мне. Кто я такой ограничивать агрессиво покупать себе Shadow Blade? Ну, из адекватных артефактов, да, это Battle Fury. Для фарма, для убийства иллюзий Фантом Лансера То есть, 100% хороший артефакт. Либо он, либо Мьёлнир. А пока Джаггер ничего себе не приобретает. IG перемещается на нижний лайн. Продолжение того, что мы видели с вами не так давно. Правда, единственное, кого здесь нет, это Шторм Спирит. Он на миде тусуется. Доппельгангер от Бёрнинга. За Луной. Луну не увидели, поэтому иллюзии не ускоряются. Ну и давят. Просто пушат линию дуги команды IG. Так, где Феррари? Куда Феррари полетел? Феррари всё проверил, что здесь можно проверить. На заходе в Рошпит. И появляется Battle Fury для Джаггернаута. Агрессив по фарму сейчас лучше всех, а будет ещё лучше. Смог от команды CD-C. Здесь Смог от IG. Они будут с хайграунда. Они увидят команду LG CD-C. Нет, Смог не спадает. И просто заходят на Роху. Очень интересно разминулись оба коллектива. Успеет ли Рошан здесь упасть до того, как Энигма ворвётся. Даггера у Энигмы нет. И это худшее вообще из того, что отсутствует у Энигмы. Лучше намеку было бы забить и был бы здесь Даггер. Можно было бы сразу же в узком проходе всех Блэкхолловить. Фейт, юзает БКБ. В кого? Куда? Где? Что делать? Куда дать Блэкхолл? Фейт у нас в итоге танцует Макарену. Ничего толком не получается. Блэкхолл на одного Леона. Великолепный абсолютно Блэкхолл. Ну и Фэнт, скорее всего, здесь умирает. Фессура от Шейкера. Кси. Тотем под ноги. Лину развалили. У Агрессива нет ульты, но есть Аэггис. И есть желание подраться. Ловит Меледикт. Под Блэйд Фьюри. Разворачивается и назад. Дальше уже Шики подошел. Размен в файте у нас 2 на 2. Бежит Джаггер. Вроде и держится за бок. Вроде такой сильно битый, но его не останавливает вообще ничего. Ну и ХЗ в конце концов отменяет. Чарджер Даркнесс. Джаггернаут разворачивается. У Шторма, на котором играет Феррари, Бладстоун с 11 зарядами. 1600 по золоту есть у Феррари. Оркет так и не собрал Шторм. И не факт, что будет собирать. Поэтому Джаггеру можно в принципе выйти в Сэнджин Яшу, а не в Манта Стайл. Хотя, чем дальше клейтеть, тем полезнее становятся иллюзии Джаггернаута. Манта Стайл, наверное, все-таки в приоритете. И ХП дает нормально, благодаря Ultimate Arbu. Ну и иллюзии, которые очень серьезно дамажат. Там, где придется драться толпой против толпы Фантом Лансера, больше, конечно, шансов у Джаггера с Манта Стайлом, а не с Сэнджин Яшей. Пока есть в этом билде Джаггернаута. А Эггис, в общем-то, ничего агрессиву и не страшно. Можно во вражеском лесу ходить. Главное, чтобы кто-то был хотя бы приблизительно рядом. Леон недалеко у нас. Есть Даггер у него. Ставфов издали Транквилбутсы тоже для Леона. Готовится выйти в Форс Ставф совсем чуть-чуть до рецепта осталось. Ну и Джаггер видит, что здесь недалеко Бернинг, не стесняется, выходит на лайн и, да и, собственно, на себя байтит команду Айджи. Все остальные в составе Сидиси недалеко. По голде Айджи впереди 7.5, по Экспиренсу тоже Айджи впереди. Так что, куда? Шейкер провязал БКБ. Кси, бедняжечка, что случилось? Кси провязал 10-секундный БКБ и просто, как городской сумасшедший, ходил, размахивал руками на собственном хайграунде. И никто же подходить к нему не хочет. Видно, что БКБ Джаггер и Шейкер. Нет смысла даже его трогать. Все, теперь БКБ у нас в откате. Еще 50 секунд. Шейкер достаточно уязвим. В это время Леон забирает у нас Шторм Спирита. Феррари пошел фидить на топ-лейн. У него это прекрасно получилось. Никого не забрал. Тауэр стоит по-прежнему. Половину Тауэра Феррари снес. Все внимание здесь приковано, в принципе, к Джаггеру. Это единственный, кто может противостоять Бёрдингу. Не считая самого Бёрдинга, который... Просто убивает себя собственным фармом. Шторм, как видим, уязвим. И не проблема. Ленка так ленка. Ленку нефиг делать сбивать. Тут вместо ленки БКБ был бы не лишним для Шторма, но... Почему-то не проюзал его. Ой, не купил его Шторм Спирит. Пошел все-таки в ленку. Почему ленка, интересно? Колд Снэп или Лагуна Блейд от Лины? Что же еще? Ну, когда Лина этот Аганим соберет, я даже не знаю. Соберет ли вообще? Можно было и не переживать. Спокойно собрать себе БКБ. И забыть вообще на любой рассказ. Тут команды CDC. А так что, если Хекс там или Подкоп за Ивейдл Шторм Спирит, то в него бросается Колд Снэп. В него бросается Хекс. Да что угодно вообще. Спирит Брейкер переобитает в себе рецепт на БКБ. Остается еще 300 монет до появления Митрил Хаммера. Вообще, давайте по артефактам пройдемся, пока игроки у нас танцуют. В разных частях карты у Лины есть его. Есть Геосептер, Транквил Буцы. Спирит Брейкера мы видели. У Лиона наконец-то появляется Форс Тафф для Инвокера. 3800 на руках. Медас, Оркит, БКБ и Фейс Буцы. Для Джаггера прилетает, еще не прилетает, но сейчас прилетит Башер. Куда его девать? Удевать его на место Аэгиса. Интересно, по таймингу все агрессив рассчитал. Со стороны команды Айджи. Шейкер. Такой, как и был, только с БКБ. Проюзан им просто так, без каких-либо вообще... Без какой-либо пользы для своей команды и для себя лично. У Пээла. Уже есть Ривер. Бернинг готовится выйти в Тараску. Есть Монтостайл, есть первый Диффуза. У Шторма. Линкен Сфера. Алтимей Торп еще появляется для Шторм Спирита. Алтимей Торп даже не знаю, скорее всего в Хекс для Шторма. Готовится выход. У Энигмы есть Даггер, есть Мека, есть БКБ. Фейт, в принципе, уже укомплектован очень даже хорошо. И Вич Доктор у нас с Аганимом. Команда Айджи готова драться, я думаю, гораздо мощнее, чем CDAC. Очень много зависит от Инвокера. На данном этапе Инвокер главный организатор файта в команде CDAC. Как раскастуется Инвокер, так и пойдет файт. Это тот вариант, когда Инвокер должен быть прямо руким. Вот да нельзя вообще хорошо. Аганим появляется на Инвокере. Теперь посмотрим, как Шики себя реализует. Пока что он все больше интереса вызывает. Примерно как Шейкер на ранних лвлах, но Шейкер протух немножко в моей голове. Теперь Инвокер самый здесь веселенький. Аганим, вы знаете, собственно, дает КД двухсекундный на ульт. Поэтому раскаст огромнейший. Домнейший должен быть в замесе. Если, конечно, Шики сразу не законтрят. Ну, на это есть БКБ, чтобы не умирать у нас отраскасток. Сквозь БКБ в составе команды IG бьет... Ну, только Энигма разве что с Блэк Холлом и Дезвард Вичдоктора. Но Вичдоктор сам без БКБ, поэтому поднимать его не вопрос в те же ветра, в Торнадо. Сан-Страйк от Инвокера минус Вичдоктор. Дальше за Фейтом. Есть Блэк Холл у Фейта, но смысл его давать? Никакого вообще. Лина не жалеет Лагуна Блэйд. Развалили у нас Фейта. Побыстрее дальше за Кси. Шейкер ловит Бласт. Что тут с Инвокером вообще будет происходить? Алакрити на себя. Есть уже ульт. Пока что ничего больше не кастует Шики. Понимают, что и так с руки расковыряют. Твикет Сик для Инвокера. Мидлейн Инвокер. 17 300. Почти Феррари уже по фарму. Чуть-чуть там 200 остается. Ну все, появляется уже Метеор. Появляются здесь Форгиды. Есть Торнадо. Сейчас Торнадо, Метеор, Бласт. Хочу, хочу, хочу. Покажите. И Абисал Блейд появляется для Джаггернаута. По-моему, команда IG дикие проблемы. Смотрим на Шики. Все. Айс Бласт. Никакой не Айс Бласт. Дефинг Бласт от Инвокера. И Метеор тоже есть. Ну и отходят. Все игроки команды CDC отходят. И первый здесь не отходит вообще. А отлетает Спирит Брейкер. Пошел фармить. Самый жадный. Пока что в лесу остается LGD. IG поскромнее стали себя вести. Все потому, что выигрывали 7500. Теперь всего лишь 2500 впереди. По XP потеряли почти 7000 своего преимущества. Бедняги им Виктус Гейминг в скором времени у нас будут в роли бомжей. Им придется догонять своих оппонентов. Так, куда, куда, куда? По-моему вот сюда, да? Или нет? Нет, скорее всего не сюда. Возможно на Рошана у нас. Санстрайк был от Инвокера. Толком я и не уследил. Здесь бойня иллюзии Фантом Лансера. Против Айдалонов. Не против, в смысле, а заодно с Айдалонами Энигмы. Старается команда IG пушить. Никто им просто так уже пушить не даст. Джаггер бьет вообще как дурной. У него 350 с руки. У него есть сплэш. Он еще Манта Стайл не дособирал. Но, понимаете, с таким дэмэджем это не вопрос. На Фармить на Манта Стайл. Просто лишь бы бежали на него крипы. Криты по 700. Скорость атаки чокнутая под Момом. Скорость бега под фазами тоже огромнейшая. Яшов. Короче, Джаггер, конечно, дикая машина. Просто бей-беги. И теперь ПЛ. У ПЛа есть Тараска. У него 24 дефа. Вроде как круто. Но есть криты у Джаггера. И Джаггер бьет с большой скоростью. У него есть Абисал Блейд. И контрить Фантом Лансера тоже не вопрос. Стопить его можно. Бернинг на самом деле очень даже уязвим. 20-й левел Бернинг. 22-й Джаггернаут. Рошан стоит. Ждет своей участи. Третий Роха. Сыр в нем и Аэгис. Кому он достанется? Это действительно лакомый кусочек. Столпились вокруг него CD&C. Не все могут себе позволить через клик. Тут перемахнуть и спрыгнуть к Рошану. Пошли в обход. По нижнему лайну. Без смоков. Инвокер без смока. Здесь Джаггернаут. Остальные тоже без смоков. Единственный, кто в Инвизе Спирит Брейкер. Но это его личная заслуга. Это его Шадоу Блейд. Спирит Брейкер уже приобретает себе Плейд Мэйл. Я думаю, что Экзет выйдет в итоге в Кирасу. И не удивлюсь, если какой-нибудь Дезолятор появится на Инвокере. Феррари врывается у нас на агрессива. Хекс по нему. Феррари без маны. Блэк Холл от Фейта по троим. Раскаст вроде бы дикий. Кси сюда же Эхо Слэм по четверым. Под ноги. Миднайт Пульс. Убили Лину. Инвокер на лоу ХП. Ловит фиссуру. Агрессив. Бегает и бьет. Надо врываться в кого угодно только. Убивает у нас агрессива. Выкупается Леон. Минус 4. Минус 5 делает команда АйДжи. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же классно файтится АйДжи. Просто вообще гайд по врывам массовым. Феррари мне показалось, что просто как дебил влетел. А по факту Феррари влетел как супер серьезный дотер, который вертел вообще мое мнение на Юли. Феррари влетел на ура. Просто внес дисбаланс у нас. Стан команды CD&C сбайтил на себя. Потому что показалось. Да и мне показалось. И всей команде ЛГД CD&C показалось, что Феррари влетает сам. И самое время его ловить. Все развернулись быстрее к Феррари. Давайте его убивать. Он типа дурак. Никуда не надо зашел. Ну и все к Феррари. А туда Блэк Холл. Туда Миднайт Пульс. Под ноги Блэк Холл. И минус 5 игроков команды CD&C. По Галде АйДжи здесь вынесли невероятно много. Обновятся графики. Сейчас узнаем. Да, месиво, конечно, знатное получилось в лесу. И Бёрнинг уже здесь спокойно себя чувствует. 4000 у него на руках. Есть Сыр. Есть Тараска. По ХП не проседает. Джаггернаут. Со всем его демеджем. В итоге демеджа никому-то и не нанес. Сейчас Миднайт Пульс от Энигмы под ноги там лежал. И лежал Блэк Холл. И это все так классно смотрелось. И Кси туда раскастовался. Короче, великолепно. Кси бы туда Аганим. Я думаю, из Блэк Холла просто никто бы не вышел. Или Аганим, или Вейл оф Дискорд. Деньги сейчас у Шейкера на все это есть. Но Кси, по-моему, выходит у нас то ли в Шиву, то ли... То ли в Шиву, то ли в Кирасу. Ну, наверное, в Шиву. Это же не Спирит Брейкер вам. А Спирита, кстати, до Кирасы еще целая Кираса. Тратит деньги Кси в Курьере Мистик Став. Да, Кси у нас выходит Шива с Гвард. У Феррари уже 11 зарядов. У него есть Аегис, у него Сайд оф Вайс, Линкен Сфера. В общем-то, сейв неплохой для Феррари. Если что, из-за Денайца можно успеть. Но пока что рановато. Ну что, пошел на срыв от команды CDEC. Ульта у Джаггернаута. Джаггерд в Кси, в Миднайт Пульс под ногами лежит. Блэк Холл есть у Фейта. Два их, Блэк Холл, Дез Варту. Даже минус два игрока команды CDEC. Джаггерд в Таверну и Спирит Брекер. Шики отсюда уходит. Как бы Шики не шиковал, ему в Соло здесь не справится. А команда CDEC практически в полном составе подставляется постоянно. Потеряли Кси. Айджик Кси не успел в кастовать ультимейт. Но это тоже невелика, в принципе, потеря. Бёрнинг на хайграунд. Ждем рассказ тут Шики. В принципе, там много, можно попробовать хотя. Инвокер боится подходить близко. Он понимает, что не уйдет здесь ни от Феррари, ни от Бёрнинга. И там с руки заковыряют его фейт на Инвокера. Инвокер БКБ бежать отсюда. Нижний лайн. Бёрнинг начинает пушить уже Т3 по низу. Мидлейн оставили только рейнджевой барак. Внизу спушили Т3. Нами лишний. Кирпич на голову. Шики ловят. У Шики нет денег на байбэк. Шики у нас не вернется в файт. Выкупается в итоге Джаггер. Джаггер на Феррари. И провязал БКБ. Непонятно, кого убить. На Фейта. Баш придет по Фейту. Фейт юзает БКБ. Абисал Блейд. Кто провязал Абисал Блейд? Кто это был? Развалили у нас Джаггера. Я так и не понял. По-моему, кто-то Абисал Блейд в составе команды IG провязал. Ну нет, не Энигма же. Нет, это Джаггер у нас провязал Абисал Блейд. Правда, предсмертный уже. Ну что, IG раздавили команду CDC. Поймали на ошибках. Реализовали свой пик просто на ура. Феррари, как я, не червил против него. На самом деле, ой-ой-ой, какой красавчик. Все, поздравляем Invictus Gaming. Они ведут в данном Best of 2 со счетом 1-0. У нас впереди вторая катка. Ну и CDC смотрится это вам поинтереснее. Это не Newbie Miracle, которые в прошлой катке играли против IG. И кое-как, с горем пополам, вторую смогли выиграть. В первой вообще смотрелись очень даже несчастно. Увидим, что будет IG в четвертой игре для них на сегодня. Вот, и услышимся уже через 2-3 минуты. Пока что не переключайтесь. Не забывайте заходить к нам в группу ВКонтакте и на канал YouTube подписываться. Ну и, конечно же, фоллоу на нашем Твиче. Буду с удовольствием вещать для вас и дальше. Это студия Горокам ТВ. У микрофона друг. До скорой связи. 2-3 минуты. И возвращаемся на вторую ответную игру.